Музыка Спонсор телепроекта «Сказка Бэйби» Магазин для мам и малышей Всем привет! Меня зовут Вика Андреева И недавно моя жизнь резко изменилась Я стала мамой Ой, знаете, ожидание не совсем совпало с реальностью Столько тем и вопросов Давайте вместе найдем на них ответы Это новое шоу для современных мам и пап Мы справимся Сегодня в выпуске мы будем разбираться в границах нормальности У вас столько работы Когда в семье главные ценности – свобода Какими вырастают дети? Расскажет семья Владимирцевых Мы давали им полную свободу Ребенок сосет пальчик, называет всех папами И много времени проводит в подгузниках Нормально ли это? Это нормально, абсолютно нормально На самые популярные вопросы молодых родителей ответит семейный врач Таисия Соловьева В нашей постоянной рубрике «Сказка для малышей» расскажем о тревожном чемоданчике И разберемся, стоит купить готовый или собрать самой Маленькая для родового отделения и вторая косметичка для послеродового отделения Боятся с первого УЗИ А сообщество беременяшек внушает тревогу и страхи Нормально ли это для беременных женщин? Я начала как-то себя неправильно настраивать Страх есть, конечно Запрещать эмоции девочкам или дать им побыть плохой? Расскажет психолог Александра Уварова Успокойся, все хорошо, да, все, ничего страшного не произошло Когда мы только начали думать о том, каким будет это шоу Первой мыслью была идея уйти от стандартов и стереотипов в родительстве Ведь все дети разные, родители не похожи друг на друга Давайте раздвинем границы нормальности Владимирцевых не назовешь обычной семьей Их главные принципы воспитания – свобода, творчество и самовыражение Это тот случай, когда родители совершенно не пекутся над оценками своих детей А они, между прочим, выигрывают Олимпиады, сдают ЕГЭ на 100 баллов И легко поступают в престижные вузы Мама – фотограф, а папа – промышленный альпинист Четверо детей – Юля, Наташа, Ася и Лев И все свое свободное время родители проводят в компании детей Походы, вылазки на природу, приключения Все это не просто досуг Владимирцевых, а их образ жизни Привет, ребята, спасибо, что пришли Сегодня с нами Ольга Синица, мама Мама у нас фотограф Наташа, дочь средняя Есть еще Юля, узнаем позже, где она Тимофей, отец семейства Владимирцев и Ася Куда подевались остальные 50% детей? Старшая уехала в Санкт-Петербург и там осталась А Лев заявил, что телевидение – это не его И остался дома Понятно А сколько старше? 22 22 А, уже большие, да Я знаю, что почти все ваши дети, все ваши дети очень талантливые И показывали успехи в учебе Сдавали ЕГЭ на 100 баллов Очень талантливые Как так получилось? Как вы их воспитывали? Самое главное – это был интерес Если интересно нам, интересно нам с детьми Интересно детям Ребята, расскажите, как вы решаете конфликты в своей семье? Вот несмотря на полную свободу То есть вам, получается, дети могут перечить? Разговариваем? Тима очень любит разговаривать И очень много разговаривает с детьми Понятно Говорил-говорил, да? Ну, мне не перечат дети Потому что я ничего не требую А мне невозможно перечить Потому что, ну А маме перечить невозможно Потому что она очень опасная А как все финансы у меня А то и мне перечить не получается А, вот оно как Понятно А я вот только хотела спросить Вот как вы наладили график Уборки Кто моет посуду Кто готовит Вот это вот все У нас Ася, она очень четкая У нее постоянно висят Я вижу, натыкаясь, распорядки Они сейчас составили даже график Кормления щенка И даже следуют ему сами И это они сами к этому пришли? Не по вашей указке? Да Это они сами пришли к этому Слушай, здорово Вот сейчас я вижу свободу В ваших методах воспитания Ну так как их много Чтобы не спорить Кто сегодня моет Убирает Укладывает посуду в посудомойку Кто вытаскивает Ася составила график Ну все равно такие споры Все время возникают Когда возникают такие споры Ася их ведет Вот тут написано Когда такие споры возникают Мамы дома нет Понятно А как себя чувствуете вы В такой свободной семье? Я понимаю, что других семей Вы не знаете Но поделитесь Ну, нам все нравится Я не знаю, как сказать Свободно Я чувствую великолепно Отлично Клубничный Но за оценками вообще же не следи Да? Ни мама, ни папа Да, Ася? Нет Ты сейчас в каком классе? В восьмой Ну как успехи? Ну так Вроде нормально Просто я знаю, что Наташа у нас ЕГЭ сдала на 100 баллов Спасибо нашему учителю Любовь Ивановне Ефремовой Вы живете в таком Ну, в таком своем мире Но приходится же все-таки Контактировать с внешним миром И вот Поликлиники Детские сады Школы Там всегда найдутся умные бабулечки Которые дают советы Мама очень категорично Обозначает свою точку зрения И если кто-то не согласен То он просто с ними не общается Вот И в школе всегда Если она что-то не хотела Что-то делать Или что-то ей не нравилось Она всегда это писала И просто не делала Если все хотели И учителя с ней не переч Ну, как бы, не спорили Так как дети умные Побеждают, выиграют олимпиады А, вот как В школе несколько раз было такое Что нас вызывали в школу По поводу детей Но Я всегда был на стороне детей И я им Ну Юлю даже хотели отчислить Она не училась Старшая дочка Ну, пропускала много Меня вызвали Я им сказал, что Ну, она взрослая Обращайтесь к ней Я не имею влияния Ну Зачем вы меня вызвали? Ну, это же Ты же ответственность Нет, они мне сказали Что мы можем ее отчислить И я сказал Ну, и скажите ей это Ну Это не моя проблема вообще В итоге Они поговорили с Юлей И Ну, они отстали от меня И от нее Юля благополучно закончила школу Ну, да Все нормально С медалью еще скажи Нет, но Нормально А Понятно Все ясно Ну, слушай Ну, это же очень похоже Что ты Свою ответственность Снимаешь себя Как с родителя Я не считаю Что я отвечаю За учебу детей А За учебу Ну, да Ну, когда они уже Достаточно Взрослые То это их дело А взрослые Это со скольки лет Ваши снижения Ну, так 15 Может быть С 14 Ну, они Ну, как паспорт Когда они осознают Почему и зачем Они учатся В любых делах Помогаем друг другу Ну, по возможности Поэтому Я думаю То же самое Дайте совет От свободных родителей Молодым родителям Надо жить так Чтобы вам было интересно Гулять со своим ребенком И не обязательно Это должна быть площадка Мы, например Куда-нибудь собирались И уезжали В поход Чтобы было интересно И нам И детям В совместный В совместный интерес Когда мы попали в больничку Нет худа без добра Ему перебинтовали руку И все Отучился А вот у моей подруги Ребенок пропустил этап ползания Сразу пошел Я вот задумалась Так ли обязательно Эти этапы развития А как у вас было? Старшая дочка Занималась ей много Как только родилась Мы сразу Там цвета Все вот это Фигуры Ну, пыталась В меру своей возможности Развивать ее И в два с половиной года Мы с ней выучили Русский алфавит Я думала Мой ребенок гений Когда у меня родился Третий ребенок Вот младший сын Николяшка Коля К сожалению Ему время Как этот Меньше всего уделяется Он как будто бы Немножко сам по себе Но при этом Он у нас уже В год с копейками Начал интересоваться Вот Цифрами Алфавитами Он уже знал Русский алфавит Английский алфавит Фигуры Цвета на русском На английском И при том Что мы Особо им не занимаемся Это он все сам Ну, у нас были проблемы с речью Поэтому я даже не могу сказать Когда она сказала первое слово Потому что мы Как-то на этом моменте Плавали, в общем Она говорила какие-то слова Но они были нечеткие Какие-то замены букв Присутствовали Поэтому до трех лет Мы ходили к различным специалистам Обращались даже к мануалисту Чтобы он там Манипуляциями с какими-то точками Вызвал у нас речь, скажем так Ну, мы рассчитывали на это Но не случилось чудо, скажем так И я считаю, что Всему свое время Да, то есть Она у нас заговорила после трех Слава Богу Ну, вот моя дочь Она постоянно сосет пальчик И я не знаю, что с этим делать Да, историй, когда малыш Развивается в непривычных схем Очень много И родители, конечно, бывают Тревожатся Давайте спросим у опытного педиатра Нормально ли это? Таисия Валерьевна Соловьева Педиатр с 17-летним стажем практики Заведует отделением общей практики В поликлинике номер один Города Якутска Сама мама троих детей И знает все о заболеваниях И об этапах развития Здравствуйте, Таисия Валерьевна Здравствуйте В головах у мам Очень много тревог и страхов Очень много Я сама такая же тревожная Давайте сейчас Вы разведите все наши сомнения И мы разберем ситуации И посмотрим, нормально ли это Давайте Если ребенок сосет пальчик Нормально ли это? Нормально Если ребенку нет еще двух лет То это вполне Это возможно Просто реализация Сосательного рефлекса Который ребенку необходим И в этом ничего страшного нет Просто надо обратить внимание Что если ребенку уже больше двух лет Или уже школьный возраст То тут, конечно, проблема есть Просто это возможно Изменение прикуса Изменение Искривление зубов Нарушение даже речевого развития И даже Вплоть до Деформации ногтя Поэтому Там уже надо будет Обращаться к специалистам С этой проблемой Надо будет бороться А если ребенку нет двух лет Это вполне нормальный Повод для беспокойства А зачем ребенку нужен Этот сосательный рефлекс? Что он дает? Ну, это заложено Если особенно ребенок у нас На искусственном скармливании То ребенок сосательный рефлекс Свой должен реализовать Если он на искусственном скармливании Там уже готовая бутылочка Дырочка Он спокойно себе ее сосет Быстро все выпивает А рефлекс не удовлетворен Вот И тут на помощь приходят пустышки, конечно Ну и вот Иногда пальчик Иногда пальчик Если грудной скармливание То чаще всего такого не возникает Просто он прикладывает усилия Скармливание грудное Намного дольше Он уже вполне удовлетворит Свой рефлекс Спокойно живет себе дальше Хорошо, спасибо Значит, нормально Нормально Да, нормально Если до двух лет Да Хорошо Следующий вопрос А если ребенок пропустил этап ползания И сразу пошел Побежал? Это тоже нормально Вот, супер Все нормально, да Тут тоже есть некоторые нюансы Просто Надо мамам понять Что ребенку Должна дать необходимость Возможность Поползать Если ребенок Обычно они начинают ползать После 5-6 месяцев Это вот нормальный этап развития Во время ползания У ребенка Происходит развитие координации движений Укрепляются мышцы спины Даже познавательные У него развивается Подкорковая структура мозга В этот момент Поэтому, когда ребенок не ползает Ну, такое бывает Это нормально Дети все разные У всех разный темперамент Они по-разному все развиваются Но возможность поползать Ребенку надо дать Если ребенок постоянно в манеже Или лежит в кроватке У него просто нет физической возможности Поползать Вот это вот неправильно А если вы создаете ему условия На пол ребенка положили Условия безопасности создали То есть можно вот так вот ножками Да, ножки Помогать Помогать Создавать опору под ножки Пытаться, чтобы он научился ползать И вот тогда уже как бы Ребенок начнет ползать Поосновать этот мир И вот это будет хорошо Но если ребенок встал, то пошел Уже он не поползет А я слышала, что вот так вот Ребенку помогать ходить Но там немного неправильно Неправильно А почему? Так же и как и ходунки Рано ставить на ходунки Долго, чтобы он в них находился Тоже не есть хорошо Просто возникает нагрузка На неокрепшую спину А, неправильно Неправильно, да Мышцы спины еще не окрепли Достаточно, чтобы длительно Находиться в вертикальном положении Поэтому ребенку надо дать Возможность поползать Ну если он не пополз Ну не пополз Это нормально Это нормально, да Но создать условия ему надо Хорошо, следующий вопрос Такой А если ребенок в возрасте двух лет Всех называет папами? Это тоже ничего нормального Ребенок просто не идентифицирует Или мамами Да, или мамами бывает такое Он не идентифицирует себя и окружающий мир И поэтому даже тех людей Которые к нему относятся так же хорошо Как и мама с папой Он может называть мамами и папами Это до какого возраста нормально? Ну тоже где-то лет до двух До трех даже До двух с половиной До двух с половиной Пока формируется речевой Да, он потом идентифицирует Хорошо узнает маму, папу И после этого это само проходит Тут волнение быть не должно Ага, ну хорошо, хорошо А то Такие неловкие ситуации возникают Мы сейчас как раз в таком возрасте А тема горшка Вот прям не хочет, истерит Все время в подгузниках Очень деликатная тема горшка Горшку ребенка надо приучать с полутора лет Раньше вот была какая-то тенденция Немножко устарела, когда ребенка до года Присаживали, садили Ну это уже Это устаревшее Это устаревшее Слишком симпатично Да, так делать не надо Полтора года ребенку исполнилось И уже потихоньку уже пора приучать горшку Если это делать раньше И делать тогда, когда ребенок не готов Вот можно как раз вызвать эту реакцию Когда вы садите на горшок Ребенок начинает истерить Да, уже негативную какую-то реакцию вызывает Все это дело Поэтому Тарапиться не следует А какими способами? Ты, Сева Валерьевна Мультики показывать? Или вот прям играть там в горшочек? У меня вот сейчас проблема такая Да, горшок это прям предмет особого назначения Это не игрушка Не надо из горшка делать игрушку Это специальное место для того, чтобы делать туда свои дела Поэтому потихонечку На примере кукол можно делать Да, даже некоторые на своем личном примере делают Но это уже как кукол Слишком Да Или особенно дети идут, когда в садик И там есть детишки, которые уже это делают хорошо Они спокойно, абсолютно без проблем уже Они же видят, да? Они видят друг друга И вообще спокойно, без проблем Начинают ходить на горшок Как положено И последний вопрос Если ребенок постоянно носит подгузники Ну, мальчики Говорят, что это там вредно Да, это очень частый вопрос От мам мальчиков поступает С медицинской наукой здесь никаких проблем нет Вообще Это нормально? Это нормально, абсолютно нормально Но до того времени, как вы начинаете уже приучаться к горшочному делу Если ребенок ходит в памперсе В подгузниках ничего страшного в этом нет Надо помнить единственное о том, чтобы подгузник был из качественных дышащих материалов Чтобы был хороший впитывающий слой Чтобы подгузник был подобран адекватно по размеру Частую смену этого подгузника Адекватно обработать кожу Чтобы не было никаких апрелости А насчет гормонального Гормональная система в данном возрасте Она находится в состоянии покоя Поэтому никакого отрицательного влияния Постоянное ношение На половую систему мальчиков Не влияет Прекрасно Слушайте Спасибо большое Успокоили меня и всех других тревожных мам Спасибо большое, что посетили нас Спасибо В первый год жизни тема детского сна очень важная Ребенок спит, ходим по дому на цыпочках А кто-то специально шумит И приучает ребенка сразу спать в любых условиях Но я попробовала и очень быстро вернулась к первому варианту Уж больно сладок сон ребенка для мамы Это заветная мечта каждой мамы Выспаться, чтобы ребенок спал всю ночь напролет И для этого нужно точно знать причины беспокойного сна Давайте послушаем специалиста Сомнолога Наталью Домбрес Почему детки спят плохо Почему они часто просыпаются ночью В первую очередь это связано с их физиологией сна У маленьких детей, как и у взрослых, есть фазы сна И между ними есть такое кратковременное пробуждение Из-за незрелости нервной системы малыши в это время просыпаются Еще у деток очень много поверхностного сна по сравнению со взрослыми И поэтому они спят более чутко Они реагируют на звуки и во сне могут двигаться То есть для деток абсолютно нормально во время сна кряхтеть, возиться, издавать различные звуки А когда ребенок становится старше, он может во сне переворачиваться, ползать или даже садиться Это все является нормой для деток такого маленького возраста Когда же нужно начинать переживать? Когда появляется повод, чтобы обратиться к врачу? В первую очередь, если вы видите, что ребенок во время пробуждения никак на вас не реагирует И не успокаивается от обычных ваших действий Например, обычно вы ребенка укачиваете для засыпания или кормите грудью А тут почему-то он вообще никак не реагирует ни на ваше качание, ни на кормление И очень плохо спит, и очень плохо себя чувствует И тут вашим помощником становится ваш врач-педиатр Обязательно на приеме сообщите вашему педиатру о том, что вы переживаете, что с малышом что-то не так И врач на осмотре сможет вам подсказать, есть ли повод для беспокойства или нет Как же помочь ребенку и взрослому высыпаться? На самом деле тут помощь нужна больше взрослому Потому что для маленьких детей абсолютно нормально часто просыпаться Они от этого не страдают и компенсируют недостаток сна за счет немного сна А вот взрослому бывает очень тяжело просыпаться каждые час-полтора ночи Первый шаг к налаживанию сна это установка индивидуального режима Начните с того, что заведите дневник сна Наблюдайте за тем, какое количество ребенок спит и бодрствует И далее распределите этот сон так, чтобы максимум преподал на ночной сон И немножко меньше на дневной сон Исходя из возраста ребенка и исходя из его индивидуальной потребности Второй такой совет, да, это введите перед сном успокаивающий ритуал То есть не нужно сразу же резко заводить ребенка в комнату Или заносить и начинать в темноте интенсивно укачивать Малыша сначала нужно подготовить к укладыванию Тогда он будет погружаться в сон более спокойно и плавно И третья рекомендация Следуйте одинаковому способу укладывания То есть если вы один раз качаете, а потом решили покормить грудью Потом решили вывести в коляске То укладывание превращается в марафон Это приводит к непоследовательности И ребенок от этого тоже засыпает хуже Разумеется, за счет только лишь трех правил Невозможно сразу же поменять радикально всю жизнь И сразу же наладить сон Но если вы начнете следить за этими тремя аспектами Вы увидите первые результаты Я благодарю вас за внимание И до новых встреч! Известно, что на 32-й неделе беременности Каждая мама официально выходит в декрет Именно в этот период можно подготовиться к встрече с малышом Ну, во-первых, нужна комната Отведем ее в доме Кроватку поставим Выберем, наконец, эту коляску Купим милые одежки, распашонки, пеленочки И четвертое, самое важное Нужно собрать сумку в роддом Для себя и для малыша Что же туда положить? Узнаем в нашей постоянной рубрике «Сказка для малышей» Можно ли поехать в роддом вот с такой сумкой? Или же все сложить в обычный пакет? Интересный вопрос, правда? Давайте разбираться вместе Почему же тревожный чемоданчик? Это не чемоданчик в классическом его представлении А просто обычные пакеты Либо специальные прозрачные сумки У вас не должно быть никаких кожаных или тканевых сумок Это запрещено по генемическим соображениям Сборы в роддом – дело очень ответственное Хочется максимально все предусмотреть И ничего не забыть Готовый список того, что вам необходимо в роддом Вы всегда можете найти в интернете Как это сделали мы Или попросить список у вашего врача И тогда, когда у вас уже есть список того, что нужно взять с собой Встает самый нелегкий выбор Собрать все самой Или же приобрести готовый комплект сумки в роддом Который сейчас набирает наибольшую популярность Все мамочки делятся на два лагеря Одни предпочитают собирать все самостоятельно, как я Другие же не желают тратить время и ресурсы И приобретают уже готовые комплекты в роддом В которых уже обо всем позаботились Или же, если совсем нет желания выходить на улицу Вы можете оформить бесплатную доставку до квартиры Оба варианта правильные И только вам решать, что будет лучше для вас Мы лишь сравним их Перед вами наглядный пример двух сумочек Одна уже готовая И вторая, собранная нами В собранной сумочке есть очевидный плюс Здесь идет все в больших упаковках Большая упаковка прокладок для груди То же самое с подгузниками Здесь у нас целых 34 штуки Например, в готовой комплектации идут подгузники от разных производителей Сделано это для пробы, чтобы вы могли по использованию Выбрать для себя наилучшую торговую марку То же самое с прокладками для груди Например, в собранной сумочке они могут не понадобиться И это риск, что они останутся у вас неиспользованными Здесь же идут тоже варианты для пробы Потом вы можете просто сделать до заказ То же самое с ватными дисками и палочками Все в большом количестве Кстати, вам совсем не обязательно Отправляться в родном вот с таким пакетом Отдельно можно приобретать Уже вот такие прозрачные Специальные сумочки Куда наполнение вы уже приобретаете самостоятельно Но не стоит забывать про правила трех сумочек Чтобы в попыхах при сватках не искать все в одном пакете Нужно все аккуратно сложить по отдельным косметичкам Маленькая для родового отделения И вторая косметичка для послеродового отделения Все остальное складывается в большую основную сумочку И самое важное Документы нужно хранить в отдельной папочке Чтобы у вас все было под рукой и долго не искать Несложно догадаться, что стоимость готовой сумки с набором Зависит полностью от ее комплектации Главное их отличие между собой Это уходовая косметика в составе каждой сумочки И согласитесь, выглядит такая сумочка Эффектно и очень красиво Она прозрачная Видно, где что лежит Удобно доставать И самое главное Здесь о вас уже полностью позаботились И положили все самое необходимое Какой вариант выбрать, решать только вам Что вам действительно пригодится Отправляясь в роддом Так это только позитивный настрой И уверенность в том, что все пройдет хорошо Желаем вам легких родов И здоровых малышей Вы помните эпизод из фильма «Амели», когда ее возлюбленный Нино Опоздал совсем ненадолго на их первое свидание Сколько всего тогда пронеслось в ее голове Что его обязательно похитили террористы Одна фантазия была тревожнее другой А теперь возьмите тревожность «Амели» и умножьте это К разу в четыре И получите обычное состояние «Мамы не в ресурсе» Вы представляете, какими тревожными можем быть мы, мама? Нет? Сейчас узнаете Тревожность и не всегда обоснованные фантазии Частые спутники мам Во время беременности и после Сегодня в нашей студии Даяна и Наталья Мамы многодетные уже скоро Вот, и мамочки у нас в положении Девочки, спасибо большое, что пришли к нам Я думаю, что вы своим появлением вдохновите других Мам не бояться, а делиться своими страхами Расскажите, пожалуйста, о чем вы фантазируете? У меня страх есть, что во время родов что-то может случиться Что-то пойдет не то Какие сценарии? Что-то не то? У вас же уже был опыт рода? Да, вторые роды у меня будут И у меня страх, что с ребенком что-то случится или со мной И очень актуально сейчас То, что во время коронавируса Ребенка не отдадут мне Вы боитесь, да? Не приложить его к груди? Да Вовремя Первый контакт, я думаю, что очень важен Для ребенка и для мамы тоже У меня третья беременность Первая беременность проходила, когда я была молодая 24 года было мне Очень гладко протекала беременность Но вот третья беременность, она как-то не очень гладко протекает Но все-таки, мне кажется, природу не обманешь Сейчас очень много доступной информации Даже лишней, можно сказать И когда только-только забеременела Я начала уже смотреть, читать И вступила в какие-то группы для беременяшек И у каждой третьей какая-то патология И все начинают Ой, Наташа, ты же в возрасте А сколько вам лет, Наташа? 36 лет И вот как-то я начала как-то себя неправильно настраивать Самый страшный страх у меня был Когда в начале беременности Вот когда я шла на первое УЗИ И до этого девушки шли на УЗИ У кого-то там сердцебиение не обнаруживали И я боялась этого Но как я услышала это сердцебиение Как-то все на душе легче стало Со второго триместра я себя ограничила во всем Именно вот в интернете Digital detox Да Лучше не читать вот эти все новости Лучше надеяться на себя Все-таки это я не первый раз прохожу вот эту беременность Вы говорите про страхов во время беременности Но после тоже же не меньше страхов О том, что случится с малышем Когда ему не здоровится Или вот знаете, я поделюсь своим Когда мой муж уезжал Я прямо представляла все это Что вот я останусь одна с ребенком Да Как у вас, да? После родов я как-то задумываюсь Что могу ли я сама справиться, да? С двумя детьми Ага И поэтому, да, страхи есть, конечно Каждый день тревожитесь? Ну, нет Нет? Но бывает Стараюсь думать о хорошем Девочки, у нас сейчас есть уникальная возможность Разобрать все ваши страхи и переживания Вместе с профессиональным психологом На студии Александра Уварова Здравствуйте, Александра Здравствуйте Александра Николаевна Уварова Практикующий психолог В психологии середины 90-х С перерывом на предпринимательство Где и применяла эти знания В работе с сотрудниками Проводила тренинги и семинары В 2019 году решила полностью посвятить Свою жизнь психологии И в феврале 2021 получила диплом В данное время занимается частной практикой Я хочу отметить Вот слышала вашу беседу И Вика, ты правильно отметила Что чаще всего человек придумывает Фантазирует себе страхи Либо здесь второй есть сценарий Когда мы берем сценарий жизни От близких людей От тех, которые с детства были с нами рядом Это наши родители Или какие-то близкие К которым мы очень уважительно относимся Потому что вот эти вот механизмы Повторяя за родителем Делает так, как мама с папой Они заложены вот в человеческом ребенке Вот в нашем мозгу Как автоматическая система Для того, чтобы вообще вид человеческий Сохранил свой, ну, сам как вид И люди продолжали жить своей жизнью Потому что, да, для ребенка Сценарий родителей Это успешный сценарий То есть если у них получилось Значит, если я буду делать так же То у меня тоже получится И плюс еще Когда мы общаемся вот в сообществе В каком-то, да Вот Наталья сказала, что она подключилась Ведомая собственными какими-то страхами Подключилась сообщество Беременявших других, да Там очень много Девочки делятся своим опытом Своими страхами Своими страхами Да, ну вот, к сожалению, у нас так заложено Что по сравнению с позитивными эмоциями Негативные эмоции, как страх, злость Опасность, вот чувство опасности, да Они намного ярче проживаются И воспринимаются намного сильнее нашей психикой И поэтому вот на основании этого Мы как-то вот если еще у человека Сфокусировано внимание на том Что может быть какие-то опасности То наше внимание заточено Именно вот на подтверждение Вот наших собственных теорий И когда мы читаем вот эти вот все тексты Слышим какие-то истории То больше воспринимаются именно те истории Которые подтверждают наши опасения И здесь еще есть как бы такая опасность Что ли в том, что когда мы маленькие Маленькие девочки, да Нам чаще всего как нас воспитывают Хорошие девочки ведут себя правильно Прилично, хорошо И девочкам чаще всего запрещают проявление вот злости Да, надо быть хорошей девочкой Надо быть хорошей девочкой Вести себя прилично Но те события, которые вот вокруг нас происходят И вызывают в нас вот эти вот отрицательные эмоции Мы, к сожалению, так вот Успокойся, все хорошо, да Все, ничего страшного не произошло И мы в себе вот эти вот эмоции заглаживаем Как бы, да И поэтому появляются страхи Придуруя себе какие-то вот механизмы Наша психика имеет защитные функции Есть механизмы, которые защищают нашу психику И вот в этом состоянии поможет такая техника Когда вы сами себе проговариваете вот эту свою эмоцию Я сейчас злюсь Или я сейчас боюсь Мне сейчас страшно Вам уже будет легче уже проанализировать А конкретно чего я боюсь И тогда, когда вы это проговорите чаще всего Вы просто сразу тут же автоматически поймете Что нет оснований на самом деле вам бояться Ну, по крайней мере, фантазировать и переживать Думать о страхах – это нормально Материнство – это знаете, что такое? Я вам сейчас объясню Это когда на каждом квадратном метре вашей квартиры У вас столько работы Полы протереть Пыль убрать Игрушки собрать Стирку закинуть Посуду помыть Бесконечный труд Я просто обожествляю тех мам У которых дома полный порядок А если они еще и многодетные? Вот как? Как? Всем привет! Меня зовут Настя Совсем недавно я стала мамой во второй раз Пожалуй, один из главных навыков, которым меня научило материнство – это многозадачность Домашние дела, забота о близких, рабочие вопросы А еще надо как-то найти время для себя любимой Успеть все это сложно, но, возможно, благодаря грамотному планированию Сегодня я хочу наглядно показать, как сэкономить время на приготовлении пищи в течение недели Потратив на этот процесс всего лишь один час Мой лайфхак заключается в заготовке продуктов в виде полуфабрикатов Удобнее всего заготовить несколько блюд одновременно из одних и тех же ингредиентов Чтобы потом достаточно было только достать эти блюда и разморозить их На ваших глазах я уже приготовила запеканку из картофеля и фарша, фрикательки, котлеты И сейчас принялась за приготовление куриных котлет Таким образом вы можете за раз приготовить любые основные блюда, которые предпочитает ваша семья А, скажем, перед ужином отварить остается только картошку или речку Главное, это блюдо должно быть таким, которое удобно распасовать по порциям, заморозить и хранить в морозилке К такой массовой заготовке блюд я чаще всего прибегаю в тот момент, когда знаю, что в ближайшее время у меня не будет времени на приготовление пищи каждый день Например, если нужно будет отлучиться в командировку или в какую-то другую поездку Так я точно знаю, что у меня дома всегда есть запас еды и мои домочадцы или даже я сама могу просто достать их из морозилки и устроить себе полезный и питательный ужин А еще этот метод помогает избежать употребления всякого излишнего фастфуда Например, когда прибегаешь поздно вечером с работы, а дома нет готовой еды, руки так и тянутся ко всяким печенькам, бутербродам И вот с котлетами мы закончили и сейчас я приступила к приготовлению любимого завтрака моих домочадцев Это сырники Их огромное преимущество, на мой взгляд, состоит в том, что готовятся они легко, а хранить их можно как в сыром виде, так и уже в приготовленном Демонстрирую результаты своего труда, который занял у меня не больше часа А вопрос извечный, что бы приготовить на ужин, на ближайшую перспективу, можно забыть Сейчас мы живем в такое время, что быть ненормальным, нестандартным Это новая норма Будьте честными с самим собой Позвольте себе быть такой, какой вы есть Говорите откровенно в своей семье, не бойтесь открываться Пусть честность с самим собой станет новой нормой Мы справимся Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова